Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге. Сегодня в ролике посчитаем с вами себестоимость салата селедка под шубой. Один из самых моих любимых салатов. У меня все салаты любимые, но вот селедка под шубой. Ребята, единственное, знаете что? Мы будем готовить его несколько дней. Дело в том, корж, ну представляете, какая наглость. Электричество у нас не дешевое, поэтому что мы сделаем? Мы сейчас с вами пойдем в магазин, купим овощи, ну там, картошка, морковь, свекла, да? Завтра я работаю, стою, вы знаете, я рано, в 5 утра. Утром я встану, мы с вами отварим овощи, пока электричество дешевое, да? Потому что киловатт, если днем включать свет, 6 рублей, а если до 7, а в 7 я выхожу на работу, в принципе, я за 2 часа успею все сделать, 2,89, по-моему. Короче, ребята, в 2 раза дешевле. Поэтому я стараюсь по возможности, понятно, днем, вот видите, свет горит, сейчас сколько, пол-одиннадцатого, со свечкой я тут не хожу, да? Электричество так уже не экономлю сильно, но вот там, посудовойку, сушилку, если что-то есть возможность приготовить ночью, я делаю ночью. Потому что, ну вот, ну, ребята, 6 рублей киловатт, вы понимаете, да? Там плюс-плюс-плюс тоже экономия. Поэтому мы сегодня купим все, да? Завтра сварим, 2 дня отработаем и потом тык-тык-тык-тык-тык-тык все нарежем и посчитаем самое главное себестоимость килограмма селедки под шубой укусинкой. Еще, ребят, момент очень важный. Одеваемся и идем. Видите, что значит выздоровел? О, энергии куча. Коржаный. Я не буду покупать самые дешевые продукты, что вот самый дешман. Нет, ребят, мы купим нормальные продукты, нормальную селедку, укусно, чтобы было прям, ох, поесть так поесть, да? Хорошо, коржаный. Ну, в общем, как-то так. Одеваемся. У нас в Питере минус 19, а ощущается как минус 40, потому что еще ветер дует. Так что одеваемся, тепло и идем в магазин. Пойдем, ребята, пойдем. Так, короче, все, зашел я, чтобы специально еще раз посмотреть на тарифы. Я не могу здесь разобраться, какой мой тариф, ребята. Их тут шесть штук. Ну, видите, вот пять, четыре, пять. Тут какие-то вот размеры такие. В общем, я предполагаю, что, скорее всего, это вот мое. Пять и семь, а ночью три пятьдесят шесть. Скорее всего, вот так. А, все, ребят, разобрался. Вот, смотрите, у меня сейчас шесть пятьдесят один, потому что двухтарифный счетчик. А ночью три пятьдесят шесть, понимаете? И, короче, вот пошел я оплачивать. Зашел в окей. Значит, сто грамм селедки под шубой стоит 30... 40 рублей, короче, за сто грамм. Вроде бы неплохая. Вот так. Друзья, я когда видео снимал про готовую селедку под шубой, там женщина просто ее брала и не хотела ее расстраивать. На самом деле она ужасная, ребят, она ужасная. Там один майонез, она тонкая, селедки нет. Мы с вами сделаем в сто раз вкуснее. Поэтому идем в магазин, знаете, куда? В магнит зайдем с вами. Он просто у меня ближе к дому. Все купим, цены покажу вам. И домой... Так, зашел в магнит, чтобы не тащить далеко из Акии. Слушайте, нет цены на свеклу. Вот гады. Ну ладно, я ругаться с ними не буду. Сейчас в чеке посмотрим, сколько они посчитают. Хорошо, ребят, дальше что нам нужно? Дальше нам нужно картошка 45 рублей. Ой, дорогая. О, по 21 рублей. Возьму эту, да? Вот цена нормально подойдет. Лук. Лук по 29 рублей, да? С овощей больше нам ничего не надо. Так, насчет селедки. Да, кто-то скажет, Жень, бери в банки дешевле. Друзья, ее чистят там эти отходы. Вот такую упаковку можно взять. Слушайте, а селедка, кстати, подешевела, да? По 99, по 109. Так, я буду делать много. Давайте возьмем вот эту большую упаковку. 400 грамм, 129 рублей. Всего лишь. Я считаю, это дешево, друзья. Послушаю, что за селедка. Там уж одна вода, вы скажете. А нет, масса рыбы 260 грамм, а воды 140 сверху. Вот так. Майонез я буду делать сам, ну, по ценам. Есть майонез за 28 рублей, ребята, за 28 рублей, мамочки. Что ж вы туда люди добрые положили? Короче, пачка майонеза, грубо говоря, 90 рублей, да? Ну, я сделаю сам, чтобы был более натуральный. Тем более, рецепты вы мне до этого высылали. Ребят, вы меня видите в отражении? Нет. Я себя вижу. Надеюсь, вы тоже меня... Чё-то я опять раскашивался. Я, кстати, чё и попёрся ещё. В магазине сегодня у них типа яйца по 58 рублей за десяток. Ц1. А ну посмотрим. Ой, хороший я. Ой, ребята, как крупное яйцо такое. Отлично, я возьму сейчас три десятка. Ну, не только на салаты, но и на выпечку на что-то остальное, ребят. Добро как-нибудь. Друзья, всё-таки, знаете, как много зависит от руководителя. Вот каждый магнит, он отличается по-своему. Видите, здесь ценников где-то нет. Морковки вообще не было. Сказали, типа, привезём попозже. Ну, у меня дома морковь есть. Всё, так что я просто онлайн зайду, посмотрю, сколько она стоит, и мы с вами стоимость салата посчитаем. Ну, вот я к тому, что, знаете, я же разборы магазина-светофоры делаю, иной раз в светофор заходишь, дешёвый-дешёвый магазин, ну, не прицепиться вообще, всё идеально, всё чисто, ценники на месте. Магнит. Ну, магазин у шаговой доступности от дома. Обычно у них всё чики-пуки. Здесь бардак. Ценников нет, половины товара нет, пол грязный. Вот так. Коршун не рекомендует. Магнит на улице Энергетиков, рядом с станцией метро Ладожская. Пошли домой, ребята, готовить овощи. Морковка, слава богу, домой. Друзья, здорово. Ну что, прошло два дня. Я, как и обещал, на дешёвом электричестве всё творил, ребята. Ну, овощи-овощи. Что, коршун, я пока буду чистить, вам расскажу последние новости, события интересные, что у меня произошло. А, всё, контейнер искал. Значит, ребята, ну, а потом мы уже с вами будем быстро-быстро нарезать и взвешивать. Сейчас такая вот рекламная пауза. Мне нужно с вами срочно поделиться новостями, что у меня произошло, ребят. Прошли, ребят. Сейчас я нож найду. Сейчас, секунду. Магнит. Сейчас, здрасте. Во. Главный помощник. Самое главное, чтобы посуду не лез. Ребята, где, куда я нож сделал, мой любимый, зелёный? Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, возьму нелюбимый нож. Значит, ребятки, давайте быстренько вам расскажу, какие у меня интересные моменты произошли. Может, я чуть-чуть даже ближе к камеру поставлю. Подождите, пожалуйста. Сейчас, чтобы мы, так скажем, поближе к другу были, да? О. Значит, какие интересные моменты у меня произошли. Значит, первое. Друзья, я очень часто в последнее время начал допускать ошибки в видео. В частности, существует закон подлости. Вот реально закон подлости. Я снимал короткое видео у себя на канал. Называется оно, по-моему, сколько стоит покушать в Москве. Там допускаю грубейшую ошибку. В частности, называю кафе вместо, оно называется брусничка, а я назвал его фасоль. Ну, ребят, там так написано. Вот вы ролик, когда закончится, зайдите в мои шорсы, посмотрите. Оно самое популярное там, да? Там реально написано, хрен поймешь. Короче, я называю кафе вместо брусничка. Фасоль. Ну, ладно, думаю. Ну, назвал, назвал, как бы. Ну, уже не исправишь все. Кафе в Москве, я в Питере. Ну, все, уже видео загружено. И какого хрена вот это видео попадает в рекомендованный, начинает набирать просмотры? Вот мне так обидно, ребят, я не могу. Это закон подлости. Было бы другое видео, да? Там тысяча человек посмотрела, посмотрела. Нет. Вот это именно видео начинает набирать просмотры. Короче, ребят, я злой сам на себя. Хочется удалить. Хочется снести. Но с другой стороны, ребят, понимаете, во-первых, это работа. Во-вторых, если видео попадает в рекомендованное для блогера, это праздник. Это говорит о том, что, ну, новые зрители, новые просмотры. Это хорошо. И, короче, вот такой диссонанс у меня в голове сейчас. Я для себя вывел правило, пусть лучше так, ребят. Пусть лучше так, чем совсем никак, понимаете? В любом случае, у кого-то есть шанс снять лучше и перебить у меня. Буду в следующий раз внимательнее. Но вот эта злость сам на себя, что-то вот ты какой-то такой, знаешь, ну, как будто... Вот неужели нельзя нормально, грамотно сделать, ребят? Вот сам на себя злучь иногда. Ладно. Второй момент. Вы знаете, я вас всех заставляю становиться блогерами, да, ребята. Я, кстати, сейчас, вот, ребят, не забыть, мне нужно зайти в Телеграм себе и опубликовать статью. Сколько зарабатывает блогер с аудиторией, сейчас скажу, 250 тысяч подписчиков? Дело в том, что, ну, я нашел человека, который делает расклад на карты Таро. У женщины 250 тысяч подписчиков. И она оказывает платные услуги. Я ей написал. Мне просто стало интересно, сколько она берет за свою консультацию. Ребята, я уже в Телеграме размещу этот пост. Называется Телеграм Коршуны Санкт-Петербурга. Зайдите, зайдите. Мне ценят не то, чтобы вы зашли и сказали, ой, какого хрена, за что, за час работы, такие деньги, чтобы вы тоже становились блогерами и понимали, что объективно, реально можно на этом зарабатывать. Да, трудно. Да, конкуренция большая. Друзья, я понимаю, тяжело. Нужно снимать каждый день. Вот это, понимаете, это не просто же снимать. Ты снимаешь, загружаешь, прописываешь теги, вынашиваешь идеи, комментарии. То есть это все. Это работа, работа, работа. И с другой стороны, получается от этого удовольствие. Ребят, видите, у меня стоит целая камера. Я снимаю на две камеры, коршуны, вот так. Настолько мне нравится. Ладно. И, ну вот, мне хочется запотивировать вас, ребят. В первую очередь, становиться блогерами и зарабатывать больше. И второй момент интересный. Мне пишут, Жень, я готова снимать, я готов снимать. Только, ты знаешь, Жень, вот я смотрю на себя со стороны, на камеру и испытываю какой-то дикий страшный ужас. Мне просто, ну, мне жутко становится от того, что я вижу. Ребят, это нормально. Вот честно вам скажу, когда я монтирую свои видео, ну, это еще полбеды. Ты как-то еще более-менее нормально смотришь. Ну, все равно, конечно, страшно. Но когда я смотрю видео, коршуны, которые снимал год назад, о-о-о-о, тут я уже, конечно, прям меня передергивает. Меня прям, ой, как передергивает, ребята, мне, ой. Хочется, честно, хочется все удалить, снести. Но с другой стороны, смотришь и видишь, что там люди ставили лайки, комментарии, как, Жень, ты молодец, как классно. Я думаю, люди, куда вы смотрите. Короче, ребята, это нормально. Самое главное, имейте в виду, не удалять. Не удаляйте. Хочется, хочется удалить, не удаляйте. И еще момент по поводу... Еще новость я вам расскажу. Будем сейчас уже с вами салат ездить. Значит, по поводу комментариев. Ребят, комментариев у меня на канале много. И отсутствует возможность просто физически на все ответить. С другой стороны, ребят, я не боюсь критики. Сейчас картошка вредная попалась. Не боюсь критики и поэтому не закрываю комментарии. Потому что через комментарии я получаю обратную связь. И она мне нужна. Ребят, очень нужны ваши комментарии. Пишите, не стесняйтесь. Предлагайте идеи. Я в этом нуждаюсь. Честно. Поэтому, если я не отвечаю, но 160 комментариев прочесть реально. Понятно, если там какие-то вот такие комментарии пишут, огромные тексты, то, ну, нет времени. Но когда люди пишут, Жень, сними про это, сними про это, сними про квартиры, сними про цены, то, конечно, ну, это генератор идей еще тот. Поэтому, друзья, пишите комментарии. Еще раз. Если я не отвечаю, я читаю. 100-200 комментариев пролистать в ленте у меня время есть. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что я тут какой-то, ну, в смысле, не читаю ваши комментарии, я читаю их. Все, глушные, все новости я вам сказал, про свою тяжкую долю пожаловался. Такие дела. Ну, сейчас, ребятки, сейчас я уже дочищу и начнем с вами быстро рыбать салат. Еще маленькое событие у меня произошло, очень приятное. Благодаря вам это случилось. У меня на канале 20 тысяч подписчиков. Блин, ребята, как я рад. Как я рад. Такое счастье, такая радость, ребятки, вы не представляете. Я же столько сил, энергии вкладываю в свой канал. Я живу этим каждый, каждый божий день. Я что-то снимаю, рассказываю, шорты, пишу статьи и посвящаю себя, вот, ну, насколько могу. Вот, насколько могу, я этому отдаюсь. И когда ты видишь вот эту отдачу людскую, то, конечно, это еще больше мотивирует, ребят. Вот такие дела. Конечно, друзья, когда я написал пост у себя, как говорится, выражение так называется, ну, пошла вода по трубам. Люди начали писать. Много было поддержки. Спасибо, ребят, за поддержку. Много меня поддерживали. Были писать. Ой, за два года всего лишь 20 тысяч подписчиков. Да что такое? Ребят, не слушайте вот этих недалеких, да? Все, кто сейчас блогер, все прекрасно понимают, как тяжело достается каждый, каждый кровью потом подписчик. Конкуренция лютая. У людей есть из чего выбрать, поэтому все знают, что без накруток, без каких-либо там продвижений и всего остального. Вот какая падла мне сейчас звонит, сейчас звук собьет, ребята. На завылфичном самолете. Короче, ребят, все, я картошку почистил. Сейчас футболку сниму, почищу свеклу. И начнем с вами. Ну что, в бой. Итак, селедка готова. Овощи почистил. Ребята, намучился с морковкой. Господи, ненавижу чистить вареную морковку. Вот так херню чистить, но все равно, видите, одни обгрызки какие-то. Что мы сначала с вами делаем? А, и майонез. Майонез у меня старый, надеюсь, хватит мне его. Что мы с вами делаем? Давайте сначала посчитаем стоимость картошки. Видите, я выписал цены, его специально подготовился. Взвесил миску, и сейчас с вами уже будем читать себе стоимость салата. Так, ну что, рубаем картошку. Поехали. Маркиз, что происходит? Это, кстати, ребят, мне подарили, не подарили, дали попробовать хлебопечку. Если Маркиз ее не разберет, соответственно, она доживет до своего конца. Вот так. Электричество хватает, ребята. Ого-го. Маркиз, ты что устроил, а? Ребят, что он хочет? Скажите. Что-то чудо хочет. А, он наверх хочет. Все, я понял. И цветочек ему мешает. Все, Маркиз, давай. Контролируй меня сверху. Давай, давай. Все. Друзья, поехали, поехали. Друзья, смотрите, я посчитал. Вернее, покрошил картошку. У меня получилось 170 грамм. Итого, по сумме, это 4 рубля. Я голова садова. Я если это не сварил, вот варю яйца. Потом быстро их охладим в мойке, чтобы... Ну, яйца нужны в салат. Что-то у меня кремонол, что они не нужны будут. Сейчас они быстро сварятся. Ну, что там, друзья. Дальше что у нас? Дальше мы добавляем майонез и опять взвешиваем. Потому что, видите, салат в том плане, что нужно высчитывать пропорции правильно. Поэтому с майонезом, без майонеза все буду взвешивать. Поехали. Друзья, второй ингредиент это селедка. Вот я немножко ее поеду. Давайте попробуем с вами. Как называется? Селедка в картошке. Слушайте, я сейчас кого-то убью там. Давайте пробуем. Ммм, кошка, какая вкуснятина. Ммм. Ой, не могу, ребята, вкусно. Вкусно. Так, ладно, режем дальше, то я еще съем. Вы так же готовите, да? Половину ингредиента съедаете. Надо покупать, поэтому сюда чуть больше, да? Так, ладно, рубаем. Ну что, селедку я покрошил. Вот она, красавица. Слушайте, вся банка ушла, видите? Там еще новогодние шары в мусорке валяются. Ну, понимаете, кто виновник этого всего, да? Да? Не будем показывать пальчиками. Ладно, ребята, все. Селедку покрошил, взвесил. Получилось 130 грамм. Что дальше? Дальше давайте с вами будем рубать лук. Окей, поехали. Ой, Коршун, наплакался я, пока лук рубал. В общем, все, лучок добавил. Сейчас морковь, да? Яйца у меня уже все стынут. Видите, в холодной воде не обращать внимания на беспорядок. И понимаю, ну вот, ребята, все в рабочем процессе. И что? И свеклу, и все. Яйца, свекла, морковь и готовы. Представляете, как быстро. Вот такие дела. Коршун, морковки варите больше. Потому что она, когда чистится, половина счищается. Ну вот, вот так получилось, ребята. Как получилось? Уже изменить, уже доваривать не буду. Итого, смотрите, получается у меня морковка. Где моя морковка? На 17 рублей вышла. Что? Нам осталось яйца, да? Почистить. И свекла. И все, друзья. Вот, вот, все. Слушайте, этот кот, ты угомонишься мне? Что с тобой случилось? Маркин, что ты местно найти здесь не можешь? Что ты с удиночкой все? Опять, он, знаешь, что сегодня сделал? Он сходил, покакал в цветочек. Представляете? Что-то ему не нравится, ребят. Вот так. И до сих пор вот. Такое ощущение, что он хочет тихонечко опять сюда сходить. Маркин, я дома. Так, друзья, ладно, не отвлекаемся. Я уже кушать хочу. Сейчас уже заканчиваем. Ну что, яйца покрошил. Видите, их много оказалось. Я 6 штук потратил в салат, да? Получилось, смотрите, ребята. 6 яиц 30 рублей стоит. Ну, я покупал, помните, дешевые, которые в ленте? Или где? А, в магните, магните, ребят. Все, все, я уже за выходные забыл. Ну все. Сейчас я начну чистить свеклу. И уже... И финиш, друзья. Укусные салатики скоро будут готовы. Так, ну что? Осталось нам только сверху майонезом. Заправить, да? И салат готов. По сумме, смотрите. У меня свеклы получилось. 600 грамм я положил. Я люблю свеклу. Люблю, когда много ее. 600 грамм 13 рублей. Друзья, я еще, значит, забыл вам сказать. Слава богу, Коршин, слава богу, кот угомонился. Еще среди наших, так сказать, нашего дружного семейного коллектива появился директор мясокомбината. Ребята, вы понимаете? Я не ем колбасу, не ем. Зачем вы мне это прислали? Коршин, скажи, Жень, грех жаловаться? Я не знаю. Может, я раздам соседям, на работу отвезу. В общем, ребята, как-то так. Просто вам хотел показать. Ой, очередные подарки для Коршина. Ребята, все, давайте я вот майонезом заправляю и, в принципе, уже будем вам показывать. Ну что, друзья, вот честно, ну не нравится мне. Не нравится. Вот я, знаете, вот иногда готовлю, оно вкусно. Иногда вкусно, но всегда некрасиво. Вот, ну вот как-то вот. Ладно, не буду себя критиковать, ребят. Это нормально. В общем, чтобы вы понимали, если вам нравится вот то, что я сейчас вам показываю, мне не нравится, это некрасиво, что за дырка вот эта. Как я майонезом не замазывал, получилось вот как-то так. По стоимости, друзья, смотрите внимательно, как я все считал. Общее, без веса миски получилось 1 килограмм 422 грамма. То есть здесь 1,5 килограмма салата. По стоимости, то есть я сложил вот, получилось 239 рублей стоит 1,5 килограмма салата. Итого килограмм стоит 159 рублей. Ребята, я правильно посчитал? Ну, вроде правильно, да? Ну и что, вот остановите кадр, пересчитайте за мной в комментариях, мне напишите, да? Правильно, неправильно сосчитал ваш корш. Что, друзья, вердикт от коршуна. Она должна постоять, конечно, обязательно. Сразу ее есть нельзя, она должна настояться. Яйцом я потом украшу в конце, если не забуду, может так съем. Друзья, смотрите, год назад килограмм салата у нас вышел за 160 рублей. Сейчас 159. То есть, в принципе, цена на салат особо не поменялась. Но сказать, что цены у нас на продукты не изменились вот за этот год, друзья, ну... Да, что досталось, в принципе, на прошлом уровне, да? На прошлогоднем. Ну, допустим, молочка сильно подорожала. Друзья, ну что, не так, что ли? Что у нас еще подорожало? Бытовая химия. Ой, ребята, вообще подорожала. Ну и так по мелочи, в общем, рыба. Рыба, опять же, да, очень подорожала. Масло сливочное. В общем, друзья, ну, вкусный салат, я считаю, что это недорого приготовить с нормальных продуктов, с нормальной селедкой. По поводу колбасы еще хотел вам сказать. Коршуны, спасибо, что шлете мне подарки. Спасибо, да, что выполняются задания боевые. Ой, молодцы, молодцы. Но, как вам сказать, опять кто-то не позвонил, ребят. Надо включать самолетик. Короче, ребят, насчет колбасы. Спасибо большое, да. Ну, ребят, ну не ем я, честно. Я не ем колбасу, ну, не надо. Или там какие-то сладости с палевым маслом. Ну, я просто это объективно не ем. Згущенку, да. Укусную згущенку, ребят, не могу, не могу. И скоро, кстати, должна прийти мне посылочка. Там, скорее всего, будет сгущенка, но я пока не уверен до конца. Вам дальше в роликах расскажу. Друзья, спасибо за поддержку. Спасибо, что вы со мной. Спасибо. Сейчас, подождите. Ребят, подождите, пожалуйста. Давайте так сделаем. Друзья, спасибо. Спасибо, что вы есть. Спасибо, вот. Ну, вот что-то классно у нас все получается. Что вы ко мне приходите. Что вы меня смотрите, досматриваете. Потому что я, когда создавал канал, во мне была четкая мысль, что, ну, я никому не интересен, никому не нужен. И сейчас, когда люди пишут комментарии, смотрят, мне в личку пишут, когда присылают подарки, то ты прям, вау, вау, неужели, неужели, блин, так классно, так классно. Неужели ты можешь так общаться с людьми. Это же так здорово. И я могу сказать, что единственное, о чем я жалею, почему я не освоил вообще вот эту профессию блогера раньше. Честно вам скажу. Поэтому, друзья, если вы вынашиваете в себе мысль стать блогером, срочно, срочно, ребята, не пускайте момент, берите камеру. Это такой кайф. Это зависимость. Вы будете снимать день и ночь. Просто вот без... Вас не остановить будут. Вот. Коршуны, я на этой радостной ноте с вами прощаюсь. Сделайте обязательно себе салатик вкусненький. Мне напишите в Телеграм. Можете вконтакт написать. Либо ватсап фотографию прислать, да. И если вдруг хотите со мной пообщаться лично, ну, надо со мной посоветоваться вам, да, либо просто охота высказаться, чтобы я вас внимательно выслушал, да, понимающим взглядом. Внизу мои контакты, ватсап, Телеграм и вконтакте. Можете мне написать, ребята. Договоримся. Вот так онлайн с вами созвонимся. Надолго с вами не прощаюсь. Скоро, скоро сниму новое видео. Надеюсь, Маркис ничего вредного не утворит. Видео будет положительное. Скорее всего, про недвижимость, друзья. В ближайшее время сниму вам видео. Есть там кое-какие идеи. Так что маленькое пока-пока-пока. Все, оптимисты, пальцы вверх. До встречи. До встречи, любимая. Все, пока-пока. Пока, любимая. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok